38-летняя телеведущая высказалась о резонансном деле 56-летнего артиста. Алену Водонаеву возмутили заявления Михаила Ефремова и его защитника. Виновник смертельной аварии на Смоленской площади в Москве по совету своего адвоката Эльмана Пашаева официально пошел в отказ. Михаил Ефремов перед сутьей заявил, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит. Эта позиция вызвала жесткую критику со стороны Водонаевой. Суд над Михаилом Ефремовым, если честно, стал немного напоминать цирк. Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами, возмутилась Алена. Бывшая участница реалити-шоу Дом-2 ответила, что популярный артист имеет право рассчитывать на некоторое снисхождение, однако своими действиями лишает себя этого. По мнению Водонаевой, он должен был вести себя как мужчина. Я не буду танцевать на костях и скажу, что по-человечески мне его жалко, и я уверена, что Михаилу сейчас очень тяжело. В этой ситуации ужасно все. Но? Только он один должен нести ответственность за то, что он сделал. Люди, которые собираются сесть за руль, употребив, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти, заявила теледива. Алена выразила убеждение, что в ситуации с Ефремовым нельзя прятать голову в песок. Я, как гражданин своей страны, хочу быть уверена в том, что те, кто нарушает закон, понесут за это ответственность. Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке, отметила она. Блогерша напомнила, что сегодня, в особенности в Москве, всегда есть возможность вызвать такси или воспользоваться услугами трезвого водителя. В любое время суток можно добраться куда угодно, не садясь при этом за руль. В данном случае попытки адвокатов все вывернуть и крики невиновен на выходе из суда выглядят, мягко говоря, странно. Позволять себе садиться за руль в нетрезвом виде, уже преступление, потому что никогда не знаешь, чем это обернется. А вождение под веществами, рулетка. В один момент, в одну секунду жизнь может разделиться на да и после, как в случае Ефремова, или оборваться навсегда только из-за проклятого авось, пронесет и безответственности некоторых людей, резюмировала Водонаева. Накануне Ефремов в суде не узнал себя на видео. Кадры сделали очевидцы сразу же после страшной аварии. Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, поинтересовался, узнает ли себя артист. С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайт сделал странное заявление Ефремов. Актер упомянул персонажа из романа Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», намекнув на раздвоение личности. Добровинский иронично отнесся к высказыванию обвиняемого. Можно говорить все, что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно, замети адвокат. Инспекторы представили доказательства вины актера и диалоги с ним после происшествия. Очевидцы аварии рассказали о поведении VIP-водителя. Показания также дал бармен заведения, где выпивал Михаил. Ранее поведение Ефремова вызвало гнев у Маргариты Симоньян и Юрия Лозы.